всем привет из токио сегодняшнее видео с рождественским настроением как я уже говорила токио не особенно украшают в эти дни но на некоторых центральных прогулочных улицах включают праздничную иллюминацию деревьев специальных тематических декораций витринах тоже мало но они есть витрины louis vuitton оформлены как и везде по миру и как всегда шикарны кстати я уже как-то ранее говорила что первое что меня поразило в токио это количество магазинов этого бренда не знаю как других крупных городах но по сравнению с москвой мне показалось что магазины louis vuitton буквально на каждом шагу витрины снимала не я одна подошла вот эта дама и почему она была зонтом осталась для меня загадкой на улице уже смеркалась дождя тоже не было поэтому что это было так я не поняла я бодро начала свое видео с витрин до витрины сегодня будут в основном это сумки люксовые сумки и обувь но конечно же я покажу и простых прохожих кстати мне кажется что люксовых сумок на улице города становится меньше в японии всегда был очень богатый средний класс поэтому дорогущие брендовые сумки здесь никогда не были редкостью когда первый раз я попала в токио я была просто поражена количеством сумок louis vuitton или prado в метро сегодня новинок от дорогих брендов на улице в токио все меньше но они есть наверное неспроста столько много люксовых магазинов в этом городе фирогама японки полюбили тоже давно особенно популярной балетки и туфельки на низком каблуке с характерным тверогам овским бантиком лично мне осенью и зимой очень нравится уютные стега на и дутые сумки но признаюсь на прохожих я вижу их очень редко обычно подобные сумки выглядят более спортивно но здесь бантик придает элегантности а это витрина скорее всего предполагалось быть праздничной взрослые японские дамы навряд ли оденут подобное платье но вот такие сумки они любят этой осенью я случайно заходила в один бутик японского дизайнера где был представлен такой глэм-рок для взрослых японцев и японок не знала как это все показать но теперь в продолжение темы и по мотивам этой сумки от сальватора фирогама обязательно покажу в следующем видео ювелирных магазинов тифани в токио тоже очень много их количество точно может соревноваться с количеством магазинов луи виттон еще одна праздничная витрина на этот раз от эскада праздничная конечно звучит очень громко но большинство витрин в токио если не брать в расчет крупные универмаги оформлены достаточно скромно это скорее всего уже новая коллекция желтые тележки на противоположной стороне улицы это ясельные коляски в которых вывозят на прогулку малышей каждая из них рассчитана на четверых но обычно там сидят по двое по трое и кстати все малыши обычно носят яркие шапки желтые или красные или зеленые магазин кейт спейт был наверное самым праздничным из тех которые я видела в этот день сумки этого американского бренда действительно очень популярны среди 20-летних японок модель плюс сайз наоми вот она бы сейчас в японии буквально на расхват прогулявшись на улице в районе рапонги я отправилась на рождественскую ярмарку которая традиционно устраивается в рапонги hills в этом году здесь было все очень скромно и людей было достаточно мало мы приходили сюда и в прошлом и позапрошлом году и всегда приходилось стоять в очереди чтобы купить или сосиску или прядзель сегодня даже было очень много свободных столиков никаких очередей да и палаток которых обычно здесь и так немного в этом году было уж совсем мало количество заболевших коронавирусом в японии и особенно в токио продолжает расти сегодня а это 24 декабря было около 900 случаев но правительство пока не принимает никаких кардинальных мер призывает рестораны кафе клубы не работать допоздна но на призыв правительства отреагировала в общем то около 20 процентов кафе ресторанов все остальные продолжают работать в обычном режиме поэтому правительство наконец-таки стали думать о введении каких-то штрафов ну и также отменили программу путешествий льготных путешествий по японии go to travel программа подразумевала 50 процентную скидку на билеты и на проживание в гостиницах эта скидка оплачивалась государством и вот правительство всю эту программу прикрыла и очень многие из моих знакомых сокрушались по этому поводу так как заказали себе новогодние каникулы большинство рождественских украшений а также основная кухня на подобных ярмарках в токио из германии и снова девушка с зонтом но она еще и в солнцезащитных очках поэтому думаю что все-таки зонты в этот день были от солнца обычно в этом торговом центре была всегда наряжена искусственная ель но в этом году здесь стояла живая настоящая не смогла пройти мимо сочной витрины ботега винетто к тому же там были выставлены мои любимые дутые сумки а Это видео я снимала вечером, поэтому свет такой приглушенный и, возможно, качество видео получилось не очень. Витрины Christian Louboutin привлекают внимание всегда. Лично для меня это бренд-праздник. Здесь всегда с настроением, дерзко и ярко. И на контрасте с этими витринами прохожие и покупатели, которых мне удалось заснять в этот день, были одеты очень скромно. В комментариях меня несколько раз просили рассказать о популярном в Токио парфюме. Эту тему я еще не изучила, но могу сказать одно, что парфюм Joe Malone пользуется популярностью в Токио и бумажные пакеты с надписью этого бренда я вижу в руках токийцев достаточно часто. К сожалению, подвело освещение, но я пыталась поймать ботильоны от Мезон Марджиела те самые с тупым раздвоенным носом. А это 10-метровая золотая статуя известного японского художника Токачи Мураками. Это, наверное, один из самых известных японских современных художников сегодня, но уже давно живет он и работает в Америке. Эта статуя выставлена здесь временно, как отдельный временный арт-проект, поэтому многие приходят сюда пофотографироваться. Это магазин Zara. На улице уже совсем потемнело, а здесь внутри магазина было очень светло. Заглянула через окно в надежде поймать какого-нибудь интересного покупателя, но покупателей было очень мало. Праздничная иллюминация. Так же, как и скромная рождественская ярмарка, здесь до 25 декабря. Уже на следующей неделе все праздничные декорации полностью исчезнут из города. Обычно в эти дни здесь всегда было очень много молодежи и детей. Сюда приходили пофотографироваться и получить заряд праздничной энергии. Но в этом году все иначе. Но, как говорится, жизнь продолжается и праздники никто не отменял. На сегодня я завершаю свое видео, но обещаю выложить еще одно рождественское видео в ближайшие дни. Всегда помню, что самое интересное в подобных видео это стрит-стайл, токийские улицы и простые прохожие. Так что пока у нас не ввели строгих ограничений, я продолжу снимать. На сегодня все. Пока. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok